Традиционная городская эстафета в этом году проводится уже в 80-й раз. Это старейшее спортивное соревнование, которое ежегодно проходит на территории Мордовии. Ранее она была посвящена Дню Печати и проводилась даже в годы Великой Отечественной войны. А сейчас она посвящена Дню Победы. Традиции сохранились с самой первой эстафеты. Она прошла в 1937 году. Баталии соревнований всегда разворачиваются на улицах города, а стартуют и финишируют участники на Центральной площади. Возложение цветов к памятнику мемориала павших в Великой Отечественной войне также неотъемлемая традиция уже новой эпохи пробега. Если в российском футболе матчи Спартака и ЦСКА называют дерби «Всея Руси», то в республиканской легкой атлетике есть дерби «Всея Мордовии». Противостояние двух крупных вузов региона – МГУ и МГПИ – традиционно остается главным сюжетом всей эстафеты. На протяжении почти 20 лет евсевьевцам никак не удавалось нарушить неприятную традицию – побеждавших огаревцев. В этом году спортсмены МГПИ были как никогда близки к долгожданной победе. На первых этапах они даже вырывались вперед. В середине дистанции повели весь пелетон за собой студенты из МГУ, но отрыв между лидерами был меньше секунды. На последний этап многоборка из университета Дарья Коранцевич убегала от прыгуни в длину Юлии Исаевой из института, имея отрыв всего в пару метров. Соперницу я ее знаю, это Юлия Исаева, тоже очень сильная спортсменка. На самом деле конкуренция была равная. Отрыв мне принесли небольшой, то есть буквально в секунду, в две. То есть это очень маленький отрыв. И на самом деле было сложно, чтобы удержать это первенство. В итоге на заключительной 500-метровке расклад сил не изменился. Студенты МГУ вновь первые, а представители МГПИ вторые. Хотя отставание евсевьевцев от огаревцев составило всего одну секунду. Чуть-чуть не хватило нам, совсем чуть-чуть. В первый раз, мне кажется, мы с таким отрывом проиграли. Конечно, хочется победы. Ну, будем стараться, будем работать. Попробуем. В следующем году, надеюсь, уже сможем выиграть МГУ. Спустя 20 лет, надеюсь, в следующем году мы должны уже выиграть все. У школьников самыми быстрыми оказались учащиеся 27-й школой. Среди команд предприятий, организаций и учреждений выиграли работники школы Олимпийского резерва по зимним видам спорта. В состязаниях СУЗов первым стал факультет довузовской подготовки МГУ. Лучшими по итогам первого, самого протяженного этапа из 14 в абсолютной категории стал студент МГУ Николай Горин, а у школьников учащиеся третьей школы Данила Тундыков. Юрий Осипов, Александр Юзяев. Наши новости.